Здорово! Что нового, ёпта? Давненько не виделись. Братан, мы под санкциями, ёпт. Поэтому куплеты обрезаются. Мико Сура, ёпт. Братан, когда играть будем, нахуй? В Warzone. Пойдёт, братва. Дед умер, братан, год назад. Я не хмурый, братан, заебись. Я не в России сейчас. В Белоруссия. Переехал к родственникам. Салам, Зеленоград. Братан, это сын. С усами какой-то, поэтому нахуй он нужен. Люблю, люблю, братан. Давно не видел бабулю. Ураган сам с нами не общается. Леоник, здорово, бро. Иди-ка в эфир, нахуй, сюда. Ай, хуя ты, нигер, здорово. Здорово, братан, что ты как? Потихай. Чё, ты видел сториз? Я вчера чё-то так нахуярил. Нигмали, блядь, там начал, блядь, чё-то фристайлить. Нормально развалил, блядь. Вроде надо дохуйню какую-то жёсткую. Там мефедроновая сальса, это вообще, конечно, нормальный шот, блядь. Ну там шот такой, братан. Да я знаю, да, это жёстко. Напитки там жёсткие, конечно. А чё ты в ГАЗ, да, вчера приехал в итоге? Не, я не приехал. Я съездил на какую-то парашу, блядь. Там куча педиков каких-то, блядь. Какие-то гомосексуалисты, блядь. Какие-то проститутки корявые, я хуй знает. Я посмотрел на всю эту хуйню. По-моему, нахуй. Я, короче, да, съел два хот-дога, выпил, короче, этот, как его, лимонад и, нахуй, домой. Спать. Я тоже, блядь, нахуярил. Я чё-то, братан, раз вышел. Давно уже нигде не был, блядь. Чё ты решил съездить, блядь? А чё ты как-то погонишь в воскресенье, слышишь, к этому... Этот в Андердог, там, чё-то там, подвяжу. Онлайн липлин. А он там, да, это корич мой, типа, он выступает. Я вообще хотел заехать завтра, да. Завтра, короче, это... Можем тоже. Там на ночи мерклете тоже съезжу днём. А вечером, наверное, туда сгоняю. Базар, базар, базар. Ну чё вообще, а ты чё вообще, как чё на ум, блядь? Рэп читаю, качаюсь, одежду продаю. Всё как всегда, бацан, всё по классике. Завтра... А чё ты в баскет не хочешь залететь, поебашить тоже? Чё-то это... Блядь, да можно ебануть. Я думаю, только через пару недель. Я чё-то пока не окреп сейчас. У меня перерыв был. Я месяц вообще не занимался спортом. Надо это... Набрать форму не надо. Припреди всегда, да. Набрать форму, базар. Я просто, типа, короче, забил хуй чё-то на зал, блядь. Хуй знает. Да, ну это, блядь, периодами чё, нормально, братан. Сейчас, наоборот, блядь, начнёшь хуйярить. Дома сидел, крылся, блядь. Блядь, бро, это весенняя. Сейчас же весна была, да, до этого? Да, я же физик, ёпта. У меня это... У меня весне время. По весне, блядь, да. У меня всегда весной очень, ёпта, перекрывались. Ты не один такой. Я думаю, ты не один такой. Я думаю, ты не один такой. Я думаю, ты не один такой. Энофрения, ёпта. На боку, мы в масках. Пойду взорву, Никитос, а то тут это... Давай, обнял, братан. Давай, давай, братан. Давай, братан. Вот сейчас будет эфир, нахуй, с этим, с нашим, с Гремыкой. Мой любимый фанат. Джанки, здорово, ёпта, брат. Сделай принт. Здорово, братан. Давай читать, начинай сразу. А, не-не-не-не, тормози. Не то настроение. Давай, не-не-не, читай, почитай хип-хопы, ёпта. Чё ты, блядь, как женщина, нахуй. Да чё, как женщина, запарил настроение, не то. Братан, ну сейчас поднимем тебе его, ёпта. Пацаны, вон, поднимут тебе настроение. Мне больше нравятся вот эти рассказы про сальство. Я вот их слушал с упоением, с умилением вообще. А это у Паска коктейль такой. Коктейль такой? Охереть. Да, шотик, типа, такой, понял? Там шот... Это можно обалдеть, но... Кто название придумывает? Он, что ли? Ну да, типа, походу... Ну сейчас уже нет себя по шоку, это на лечении. Ну, короче, мы потихоньку вступаем. Вот такие вот названия придумывает его команда и семья вместе с ним. У них там чё-то сальса или плохие новости, прикинь, бро. Плохие новости, но я зову вас всех в гости. Да, я зову вас всех в гости, мы перемолимся ваши кости. На пенец свой, я одевал её кости. Я звал её в гости, она сказала, что ей нужно подмыть немножко свои ротовые полости. Я сказал, одевайся потеплее, на улице придётся тебе, или на улице, или в подъезде подмести, ёпта. Вот так вот. Или хуй к носу подвести. Я требую вас... Я требую вас скрипсти, мы на лодке едем в Финляндию. Да, мы на лодке едем в Финляндию, река Волга, горит уже пол. Плывём, идёт дождь, летят вороны, и чайки несут хлеб в клюве. Ой, я подношу ей ужин прямо на блюде. Она говорит, это что, хуй, я говорю, нет, это... Она несёт диски на блюде. Я достаю пипичку, как дятел Вуди, клюю дерево. Это был дуб. Ты знаешь меня, я лесоруб. Со мной глобус, и я живу где-то... Со мной грубый гук. Он просит. Да. Он просит взять трубы с паутиной. Да, с паутиной. Залезти и прямо... Думай, это я скотина. Совсем скатился. Яйца растут. Но ты сперенился, спепелился, как Феникс из огня. Зачем ты... Зачем угнал кольцо у Фродо? Да, 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 да. Зачем ты... Зачем ты прозвался... Это рэп вам назло будня. Да, 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 да. Зачем ты прозвался Мойса Гемджи Гантоном? Девственное плево. Девственное плево порвалось от меня, от моего хуя. Здесь только увечья. Здесь проект увечья и все остальные с нами. Время идет очень быстро, точнее скоротечно. Говно овечья. Шерсть овечья. Мы друг друга пьем куками или наречиями. Я показываю тебе, как тебе, брат, делать... Это правило правописания. Я просто встал здесь поссать. Не надо мне отрицать то, что ты делал вчера вечером через трубочку. В нос вдыхал. Или как парамост пыхал с этого бульбулятора. Я завожу свой экскаватор. Эксгумация тел ублюдков сейчас. Мне так холодно, но хочется в родную каюту. Каюту? У меня немного по весне сносит каюту. Готов ее... Я говорю вам, каюк. Готов ее валерьянкой на ночь прибаюкать. Эта валерьянка льется в стакан. Потом... Она любит. Потом по столу ползет таракан. Или еще он дает таракан. Зачем ногами ты так брыкал, когда тебя трахали в попу? Это была рота. Рота. Она говорит по утру рота подъем. У нее рот встает на все. Рота подъем. Рота подъем. Ей звонит загибока. Говорит ей загибайся скорее. У нее цель. Тебе. Прицел. На пенисе. Ну, братан, вот скажи честно. Вот. Которые кружки... Твое ебало прыщавое выглядит так прелестно. Ты читаешь. Братан, не знаю. У меня рифма потерялась. Да не. Все четко. Все в цвет. На самом деле. Мне больше вопрос... Купи себе велосипед четырех колес. Это педоцикл. Купи себе велосипед стелс. И будешь на нем жать очень быстро. Будешь ехать куда-то вдаль в поисках нового мениска. Я позову на пост нового премьер-министра, ёпта. Новый премьер-министр показывает в пиджаке вам пипиську. Он говорит, что очень жарко там, на Бали. А у нас здесь свой Сахалин. Сомали. Пираты. Они таскают брикеты. Пираты. Пираты. Они таскают брикеты. Пираты. Ночью едят шоколадные конфеты. Я тебя трахал. Конфеты с шоколадом. Но внутри есть грех. За гашишем. За гашишем едут на люлину. Показывают свой пенис. Ебать это грех. Мне кажется, тебе настроение никто, как я, не поднимает кружочками. Не поднимает это настроение, как твое ебало прыщавое. Поднимает мой пенис со дна. Я жил у океана. Смотрел, там у окна летят птицы. Синицы. Максим Синицов, комик. Неплохо. Он говорит, что хочет стать натуралом. Не получится. Он негр. Да, он негр. Питается горном в этих малых. Я напалил Юнга. Ветер будет Юнга. Он прочитал Карла Густава Юнга, потом Фрейда, потом говорил, что он млеет по ней. Эй. 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 Мы нюхаем клей на этаже. Берю Лева. Рисую маркером на стене. Клево. Клево. Рисую маркером на стене. Клево. Нет. Рисую маркером на стене. МС Блева. Потом рисую Пашка. Потом Максима Синицына. Потом МС Кальмар. К нам пришел на этаж угоститься. Пришел с гостинцами. Умница с гостинцами. Вот так надо двигаться. Сука. Я поднимаю банку аджики за упокой. За упокой всех букв. Я сам из всех психов покажу на что способны мои бзики. Вы все здесь обалдеете с ничи. Это вам будет подача кирпичом в голову. Каждый из вас охуеет. Это удар как будто молотом. Эй. Как удар в ворота. Как гол тот самый. Эй. Это удар моим пеннисом в голову. Я поджигаю спичку. Ты пернул. Ты как дырокол. А помнишь в фильме. Устрелен колец тот дракон. Летал и клевал старика. Но он выжил. Его жизнь нелегка. Говорят, что он был педофилом. Это динозавр... Это динозавр 2 ебта. Эбта. Вот такая вот бурда. Вот такая вот хуйня. Опа. Няня. Как там твои дела? У кого-то бурда. А у меня белая пудра сейчас на попе. Я качаю жопу. Мы жили в Европе. Не тужили. Мы жили в Европе, нюхали иногда коки. Нам только за спорт, наркотики, тем, кто стоял за доской в первом классе. У меня была дырка в кармане. У меня, кстати, в натуре была дырка в кармане, я дрочил через карман, вот так вот на задней парте. Да ты сумасшедший пацан, вот так вот я могу в рифму сказать. Я в детстве много на кого ссал, за то, что они неправильно двигались. Дедок тёпл меня по попе крапивой. Такой седовласый старец, игривый. Да, такой седовласец, старый, игривый, сам вроде неродимый и уже давным-давно никем не любимый. Я одеваю респиратор, когда стою в метро. Эта женщина смотрит на меня на трапецию, потом на бедро. Её пизда как бедро, я чую, пахнет килькой. Я чую, пахнет гидрой в этом подъезде, уже давным-давно. Пахнет гидру. Не, пахнет гидропоник. Я делаю уже блёжа, но это лишь поутру, вечером я подтягиваю за спину перекладину. Ага, и я. Делаю спартанские отжимания, потом одеваюсь в адики, ёпта. Курю только в панче, эй, курю только в панче. Всё, я говорю, что маска кипит от этого, короче, вот этого говна. Не, некий, подожди, братух, у меня знаешь, что ты, кстати, про мои прыщи уже много панча ответил, но я тебе хочу сказать, меня высыпало, знаешь, из-за чего? Из-за того, что я побрился тупорылой бритвой, понял, у меня акне уже просло на лице. Сгоняй в солярии, братан, сходи, он тебя подсушит. Подсушит, думаешь? Конечно, я тебе говорю, смотри, ты, короче, вот в неделю, за неделю сходи три раза, в понедельник сходи на шесть минут с кремом, естественно, для загара, спроси, там, крем для загара какой-нибудь, который, типа, ну, не сожжёт тебя, в понедельник на шесть минут сходи, в среду на семь и в пятницу на восемь, и потом ещё в понедельник, короче, на десять минут, и всё, и у тебя никаких прыщей не будет нахуй вообще. Братан, ну я не знаю, можно так преусердствовать и просто-напросто себе хлебать. Нет, я же сказал, как надо сделать правильно, это схема, антиковид. Антиковид, врёт. Это обезьянья Оспа. Это антиковид, ну, доктор Айболит уже давным-давно не звонит, уже давным-давно не звонит. Мы боимся этого говна, нам не надо везти сюда это в контейнерах или во фруктах, там мухи, там гуки, там голые шлюхи, суки, проститутки, просят много денег за кунилингус. Там даже ходят из Звёздных Войнов вуки, такие мохнатые суки. Как тебе? Это безъясный полный какой-то, вообще, мэн. Ну, братан, ты вообще самый псих. Ладно, ребят, это какая-то залупа уже пошла. Связь к её... Братан, я хочу одного признания твоего, то что я самый псих из всех психов твоих фанатов. Вот это я буду очень рад, ебать. Трек поставлю с альбома хороший, послушай. Давай, не, братан. Не, знаешь, просто я тебе могу сказать, мы с тобой шутим, шутим, конечно, шутки шутками, просто мы с тобой умеем шутить так, как никто не умеет шутить. Мы с тобой шутим очень... Мы умеем шутить. Да, мы умеем шутить очень оригинально. Я просто шутить, я трахую их только анально. Да, да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Шалавы в Панаме. В Панамах. В Панаме я был, отдыхал, одевал Панаму, шляпу, сланцы. Так, смотри. Стой. А ты что, сегодня на домашнем, что ли? Ты дома завис? Да я сейчас в Белоруссии вообще нахуй. Ааа. Чё там в Гомеле, кстати? Не знаю, я в Минске. Ааа. Понятно. Там к родственникам поехал. Так, братан, послушай, короче, смотри. Не, мне понравилось песнопение, братан. Я был вас ждём. Песнопение. Я читаю. Это дикий хип-хоп. Я читаю точно его. ГОВОРИТ ПЕРЕДИЯ Я что, сука? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Никит, включи, пожалуйста, вот этот трек, где ты запеваешь, когда ты сказал в Телеграме пидорастическое. Ничего не пидорастическое, это просто ньющик. А я только что оставил у того? Только что оставил? Ну, значит, ты не с того момента включил, там, где ты споелся. Вот. Вот. Мне кажется, знаешь, что ты нашел эту формулу. Ты нашел эту формулу, как нужно звучать, чтобы это качало башни. Что ты думаешь? Что ты думаешь? Да я езжу! Думаешь, нашел, братан? Ну, мне кажется, да. Ну, посмотрим, как люди отреагируют. Мне нравится, типа. А че там случилось? Там че, монетизация и все, короче, типа, все? Да, конечно, что пиздец ептая. Копейка за прослушивание с ВК Мьюзика. Все, совсем хуй плотное. Охереть нужно. Всех музыкантов послали нахуй. И че, это просто чисто ради нас, ради меня и всех остальных? Мне похуй, я делаю потому, что мне нравится. Мне вообще похуй на эти бабки ептой. Причем, я за свои бабки все делаю. Не, ну, конечно, но было бы приятно. Было бы приятно, если бы че-то с этого... Братан, конечно, было бы охуительно, ептой. Но, коли так, ну, а че поделать? Я, блядь, типа, че? Я ничего поделаю. Короче, типа, есть такие вещи в жизни, когда ты не можешь нахуй ни на что повлиять. Ты не можешь на что-то повлиять. Это факт. Значит, ты нехуй переживать по этому поводу, блядь. Это факт, это факт. Я согласен. Ты пизды вообще. Я буду писать, мне плохо. Пока живой пришел, блядь. Кстати, мне понравился кипятильник, я хочу сказать. Там, блядь, там просто было затронуто, я не знаю, вся вот эта тюремная тема поднималась там. Включите круга, я сидел, этот мотивчик устарел. Эй, мне такая тема, если честно, не нравится. Я просто залетел на два трэпа, как бы. Ну, вообще, типа, я так... Не, знаешь, знаешь как, я просто... Меня просто почему-то как-то это все удивило. Я не знаю, они... Ну, сколько меток, сколько я сидел? Ну, неважно, ладно, похуй, похуй, как он сидел. Просто они какие-то все пашком какие-то, они прям заряженные там. Главное не опидареть. Ну, я слушал, смеялся, понял. Вот у меня каждый трек вызывал смех. А для меня это показатель того, что трек реально удался. Раз он у меня вызывает смех, значит трек удался. Причем вызывал не по теме. Не знаю, мне не особо залетает. Ну, типа, я такой не слушаю, типа. Ну, они мутят там что-то свое, как бы, ну, что, пускай нравится им делать дело. Как он орет, как он орет в треке. Я собрал в прямом эфире на альфа-пвп. Я вот так, олд-мэнь, да. Да, да, да. Они сумасшедшие, они поехавшие. Что с ними? Я закрою их обоих. Расскажи мне про эту тему, как там, как ты сказал. Ты знаешь, что сделал твой брат? Он ухвал кольцо. Горазб, покажи эту тему. Это пушка вообще. Скажи эту тему сейчас. Ой, подожди, сейчас. Сейчас. Знаешь, что произошло с Боромером? Ты хочешь знать, как погиб твой брат? Он пытался надеть кольцо у Фрода, да в клятву защищать его. Он пытался убить его. Да. Кольцо свело твоего брата с ума. I love you, бруда. I love you. I love you. Это большая любовь. Это большая любовь по словам. А, вот этот момент, подожди. Они здесь. Они пришли. Они пришли за тобой. Да, да, да. Нет, когда он, короче, поднимается на мостик. И он, мистер Фродо. А он ему... Как он ему отвечает? Я больше... А, нет, это из другого момента. Сэм, я не смогу, Сэм. Эти герои могли отступить, но они не сделали этого. Потому что им было на что опереться. На что мы опираемся, Сэм? На то, что в мире есть добро, мистер Фродо. А, да. И ты видел в этот момент лицо Голума? Голума лицо, ты видел в этот момент? Да. Он очень изменился. Он реально стал добрым в этом моменте. Бля, это самый... Мне кажется, это самый гениальный злодей из всех злодеев в фильме, в кинематографе. Голум. Как он играл. Как он ему насыпал. Крошки на одежде. Он взял его. Он его взял. Ах ты, подлая уличная мразь. Видел этот момент? Когда они на обрыве были. Да, он проснулся. Старичок сделал заказ на 15 тысяч, блядь, пиздец. Раз, два. Черт. Пять футболов сделал. Братан, я еще не... И три худи. Братан, знаешь что? У меня пока денег нет, но как у меня появится, я тоже заказик сделаю по-любому. Конечно, братан, сделай. Мне футболочку нужно от моего брата. Так, культа, по-любому. Конечно, давай. Что-то вообще... А что... Подожди, подожди, не отключайся. Что ты можешь прокомментировать? Как вот вообще Янгтак и Ганна сейчас в адских условиях содержатся? Других в адских условиях, братан. Они не знали, что такое адские условия. Ну, конечно, они не были здесь, тут, у нас. Ну, вообще, ну, понимаешь? То, что закрыли таких... Нехуй закон нарушать, ёпта-ка. А ты, блядь, имеешь мировую известность, блядь. И просто миллионы на счету какой-то залупой заниматься криминально. Это, по-моему, вообще типа... Ну, хули они, это обезьяны тупые, блядь. Братан, для них это жесткий удар. Еще и Лил... И Лил Кид в этот момент умер. Я вообще вкулахи. Каждый сам отвечает, нахуй, за свои поступки, блядь. И как бы, ну... А они взрослые мужики, блядь, и знали, на что идут. Мне иногда кажется, знаешь, мне иногда кажется, что они на самом деле в Америке... В Америке они не думают... Они не могут, короче, думать в трезвом состоянии. У них все время мысли идут только вот... Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Говно. Давай, старый, я погнал работать, короче. Мне сейчас этого... Давай, люблю. Короче, магазин закрывать там... Дедушкин, блядь. Yes, sir. Помочь деду надо. Давай, обнял. Давай, давай, давай. Здравствуйте, меня зовут Тамара. Я нормальная русская женщина. Я всегда выступала за мир. Всегда выступала за все необходимые для этого военные операции. И сейчас я хочу обратиться к Степану Бенгеле. Степан, сдайтесь.